Здравствуйте! Сегодня у нас с вами вторая лекция и посвящена она соединительным и скелетным тканям. Соединительные ткани это многочисленная группа тканей. Классификация представлена на этом лейде. Все соединительные ткани разделяются на три больших группы. Волокнистые соединительные ткани с подвидами, специализированные соединительные ткани с подвидами и скелетные соединительные ткани, тоже два подвида. Остановимся поподробнее на рыхлой волокнистой соединительной ткани или частой аббревиатуры РВСТ. Это самая распространённая ткань в организме. Локализация. Это, прежде всего, строма всех паранхематозных органов. Она всегда находится под базальной мембраной эпителиев и участвует в трофике эпителиев. И так далее, и так далее. Здесь, вот в этой таблице, которую вы фотографируете, все здесь в функции представлены. Очень важный момент, что морфологически и функционально РВСТ тесно связаны к... По сути дела, они составляют единую морфо-функциональную систему. Кровь РВСТ. Функции РВСТ многочисленные. Жизненно важны все. Вот они здесь представлены. Таблица 2. Таблица 2. Теперь общий план строения РВСТ. Состоит из клеток и межклеточного вещества. Как, в общем-то, и любая ткань. Клетки аполярны, то есть они не имеют полюсов апикального или базального, как эпителиоциты. Они располагаются хаотично. Располагаются хаотично, как вот здесь показано на схеме. Межклеточное вещество по объему преобладает над клеточным компонентом. Клетки относятся к трем диферонам. Эти дифероны представлены в таблице 3. Какие дифероны? Гестиогенный, гематогенный и нейрогенный. Здесь также представлены ряды этих диферонов. Вот ряд гестиогенного диферона. Всё начинается со стволовой стромальной клетки. Она закладывается в зародышевую мезонхимию. Далее идут малодифференцированные созревающие клетки, целый ряд, или их ещё называют клетки-предшественницы. И, наконец, дифференцированные клетки. Это уже конечный этап дифференцирования. Гематогенный диферон. Обратите внимание, я уже сказал, что кровь и соединительная ткань РВСТ составляют единую систему. И вот ряд этого диферона. Стволовая клетка крови СКК. Уже вам хорошо известная. Далее тоже идут клетки-предшественницы, целый ряд. И, наконец, дифференцированные клетки. Нейрогенный дифферон. Былая клетка СНЕК, производная нейроэктодермы. Тоже ряд малодифференцированных клеток, а затем уже дифференцированных клеток. Теперь остановимся на клетках. Клетки РВСТ, клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Какие клетки относятся к гистеогенному дифферону? Это адвентициальные, не дифференцированные клетки. Профибробласты, фиброциты, миофибробласты, липоциты и перициты. Здесь, правда, не указана еще одна важная клетка. Как-то она выпала из этого списка. Фибробласт. Вот перед фиброцитом должен стоять фибробласт. Гематогенный дифферон. Это те клетки, которые вышли из кровяного русла через стенку кровеносных капилляров и стали эффекторами. Напоминаю, что в крови лейкоциты не активны. Не выполняют свои функции. Ну и здесь обратите внимание, эффекторные формы будут здесь. Синэйтерофилы, эзинофилы. Эффекторные формы Т-лимфоцитов. В частности, киллеры, супрессоры, клетки памяти. Плазмоциты. Эффекторные формы Б-лимфоцитов. Благодаря плазмоцитам мы живем на белом свете. Потому что они вырабатывают антитела. Далее, натуральные киллеры. Это эмбриональные. Лимфоциты, которые следят за эмбриональным гистогенезом. Макрофаги. Важнейшая клетка. Являются эффекторной формой моноцитов. Тучные клетки. Фиброкласты. Вот это специальные тканевые макрофаги. Ну и, наконец, нейрогенный диферон. Меланоциты. Пигментные клетки тоже благодаря им мы существуем на нашей планете. Потому что защищают нас от ультрафиолетового облачения. Теперь в таблицах номер пять, шесть и семь будут данные характеристики. Более подробные характеристики клеток. Ну, я вас адресую к пособиям нашим кафедральным из интернета. Собственно говоря, эти таблицы взяты оттуда. Но кое на чем я должен остановиться. Вот фибробласт. Собственно говоря, это ключевая клетка гистеогенного диферона. Ключевая клетка. Она участвует, то есть не только участвует, она определяет образование межклеточного вещества в соединительной ткани. Она еще и называется, это клетка тканя образующая. Имеет две части в цитоплазме. Эндоплазму и эктоплан. Но все это нужно сфотографировать. Функции. На этом я немножко остановлюсь. Прежде всего я уже говорил об этом. Биосинтез и секреция компонентов межклеточного вещества. То есть фибриллярные белки. Нитчатые белки. И гликозаминогликаны. Мукополисахариды. То есть фибриллярные белки войдут в состав волокон. А гликозаминогликаны в состав аморфного матрикса. О чем мы будем с вами говорить. Они, фибробласты, обеспечивают процесс фибрилогенеза. То есть из фибриллярных белков в их цитоплазме и на их поверхности происходит образование волокон в соединительной ткани. Они как бы являются предельщиками, пряхами. Они придут, эти волокна. Причем процесс идет внутриклеточный этап, первый, и затем внеклеточный этап. Они, фибробласты, способны к перемещениям, к активным перемещениям. При этом они участвуют в заживлении ран. Они участвуют в воспалительных процессах. Они способны делиться метозом. И, наконец, они дифференцируются в фиброциты. Фиброциты. Фиброциты – это потомки фибробластов. В экстренных моментах они могут дедифференцироваться в фибробласты. Обратный путь в экстремальных случаях. Значит, здесь были представлены клетки гистиогенного дифферона. Это все клетки гистиогенного дифферона. Теперь гематогенный дифферон. Гематогенный дифферон. И на первое место я не просто так, а специально поставил плазмоциты. Как эффекторную форму балифоциты. Они являются эффекторами реакции гуморального иммунитета. Поскольку синтезируют антитела. Натуральные киллеры. Я уже говорил, что это иммунологический надзор над процессами эмбрионального гистиорганогенеза. В процессе гистиогенезов вообще часто происходят отклонения развития клеток от программы генетической. Вот мутирование происходит. А в эмбриональном эмбриогенезе это процесс мутирования. Особенно часто. Его надо пресекать. Тучные клетки. Тоже гематогенный дифферон. Без тучных клеток, как говорят, Такая есть фраза. Все соматические клетки как бы глухи и не мы. Глухи и не мы. Так, может быть. То есть, они не способны отвечать на действия раздражителей. А почему? Потому что Вот, во-во-во-во, где-то тут Те биологически активные вещества, которые синтезируют с тучными клетками, Они Активизируют циторецепторы На соматических клетках. И клетки начинают Отвечать ответной реакцией. Вот, кроме того Эти клетки Определяют Сосудистую проницаемость Вот здесь написано Активизация циторецепторов Теперь макрофаги Макрофаги Эффекторная разновидность Или форма моноцикла Это гигантские клетки Амиобовидной формы Цитоплазма активная В ней многофагосом И вообще развиты все органеллы Всех СФАК Это очень активная клетка Но в особенности СФАК внутриклеточного пищеварения Дезинтоксикации Опорно-двигательный Энергетический СФАК Эти клетки подвижны Как подвижные убийцы Как танки Но среди них Основная функция их Конечно макрофагическая То есть пожирание Уничтожение Биологических объектов Размер которых Больше клетки То есть разрушающаяся ткань Просто на клетки Макрофаг даже не обратит внимания Она слишком мала И имеются разновидности Функциональные разновидности Макрофага Вот в частности Макрофаги-элиминаторы Или дворники Вот это Те, которые Убирают Тканевой Мусор Отжившие ткани Надо срочно убирать Чтобы на их месте Возникли новые Теперь они являются Клетками АПК Антиген Представляющими клетками Они Эти клетки Участвуют В иммунных реакциях В частности В реакциях Гуморального иммунитета Они Клетки-цензоры Эти цензоры Они Не выпускают Незрелые Вформенные элементы Крови Из Кроветворных органов В частности Красного косого мозга В кровь Ему Свое время Клетка Должна Выйти в кровь Уже В дифференцированном состоянии В виде Форменного элемента Крови И так далее Пункции Здесь Представлены Представлены Далее Фиброкласты Это Уже Специализированные Макропаги Специализированные То есть Они Не уничтожают Кого попало А Они Нацелены Только На Уничтожение Расчистку Своей Ткани То есть Рыхлой Волокнистой Соединительной Ткани Они Разрушают Межклеточные Вещества Соединительной Ткани При Физиологических Инволюциях Орган То есть Когда Орган Выполнив Свою Функцию Должен И при этом Увеличив Свои Размеры После Выполнения Функции Должны Вернуться К Исходным Размерам Ну Такой Классический Пример Допустим Матка Во время Беременности Она увеличивается Во время Родов А далее В течение Буквально Нескольких Недель Двух Трех Недель Она должна Вернуться В исходное Состояние Разрушение Фиброзной Рубцовой Ткани Все Раны Кожные Замещаются Рубцовой Ткани Но это Не всегда Оптимально Не всегда Полезно Особенно Если этой Рубцовой Ткани Много Ее нужно Убирать Опять же Это делают Фиброкласты Кроме того Эффекторные Формы Нейтрофилов И Эффекторные Формы Т и Б Лимфоцит Б Лимфоциты Мы с вами Уже Говорили Это Плазмоциты Теперь Наирогенные Дифераны Меланоциты Или Пигмент Ациты Это Отрощитая Клетка Древовидная Такая С Отрощитыми Которые Ветвятся Еще В них Много Гранул Меланина Или Еще Называют Меланоцомы Эти Меланоцомы Заполнены Меланином Бурым Пигментом Эти Гранулы Способны Перемещаться В отростки И Выходить За пределы Клетки В межклеточное Пространство Вообще Поскольку Нерогенные Диферанты Меланоциты Это Как бы Двоюрные Братья Нейронов Нервных Клеток И Многое От них Они Взяли В частности Они Не могут Делиться Но Внутриклеточная Регенерация Идет на Очень Высоком Уроне Функции Секреция Перешла Меланина И Конечно Защита Тканей От Ультрафиолетового Облучения Все это Мы говорили С вами О Клеточном Компоненте РВСТ Теперь Мы поговорим О Межклеточном Веществе Два Основных Компонента Волокна И Аморфный Матрикс Теперь О Волокнах Теперь О Волокнах Разновидности Волокна Три Разновидности Коллагеновые Эластические Ратикулы Коллагеновые Толстые Лист Лентовидные Формы Они Нигде Не Соединяются Друг с другом Не Анастомозируют Располагаются Пучками И Имеют Строгую Высоко Упорядоченную Молекулярную Структуру Благодаря этому Обладают Прочностью Упругостью Нерастяжимостью Именно Прежде всего Прочностью На разрыв Эластические Это уже Нитчатые Формы И толщина Их Значительно Меньше Они Друг с другом Анастомозируют Построены Из белка Эластина Но В отличие От коллагена Белок Эластин Он Пространственно Не Упорядочен Как Резина Пучков Не Образуют Эти Волокна Благодаря Эластину Механические Свойства Это Прежде всего Растяжимость И Эластичность Но Они Относительно Непрочны На Разрыв И Наконец Третья Группа Ратикулярные Они Тоже Имеют Нитчатую Форму Это Самые Тонкие Из всех Волокон Они Построены Из белка Ратикулина Это Разновидность Коллагена То есть Тоже Имеет Значительно Высокую Пространственную Молекулярную Организацию Поэтому Они Как бы Берут Часть Свойств От Коллагеновых Волокон В частности Прочность На Разрыв Малая Растяжимость И Очень важно Что они В тканях Образуют Сетеобразные Структуры Сети Ратикулумы Называются Ратикулярные Клетки Теперь Аморфный Матрик Это То В чем Находятся Волокна И Кстати И клетки А это Аморфная Часть То есть Под Световым Микроскопом Да и под Электронным Тоже мы Там Мало Что увидим Очень важный Момент Что Синтезируется Фибробласты Аморфный Матокс По объему Преобладает Надволок Консистенция Как Полужидкий Гель Но Может Изменять Свою Плотность Под действием Фермента Гелуронидазы Поскольку Основной Гликозаминогликан Этого Геля Гелуроновая Кислота То для Нее И фермент Гелуронидаза Надо Отметить Что Гелуронидаза Вообще Является Одним Из Факторов Агрессии Или Как говорят Фактор Вирулентности Бактерий Бактерии Выделяя Гелуронидазу Очищают Освобождают Себе Путь Через Соединительную Кань Во Внутренний Орган Вот Химический Состав Здесь Представлен Вот Знаменитая Гелуроновая Кислота Гепарин Тут Есть Также И белки Плазмы Крови Это Мы Все Говорили О Рыхлой Соединительной Теперь Перейдем К плотным Волокнистым Соединительным Тканям Аббревиатура ПВСТ ПВСТ И Вот Их Общие Структурно-функциональные Характеристики Тут Все Представлено В этой Таблице Общий план Строения Клетки Межклеточные Все Клетки Здесь Преимущественно Фиброциты Межклеточное Вещество Оно Тоже Это Коллагеновые Волокна Плюс Аморфный Матрикс Но По Объему Плотных Тканях Преобладают Коллагеновые Волокна Над Матриксом А в РВСТ Было Наоборот Характеризуются Строго Упорядоченным Расположением Коллагеновых Волокон В Межклеточном Пространстве Мы сейчас С вами Говорим Об одной Из Разновидностей Плотных Тканей ПВСТ Именно Плотная Волокнистая Оформленная Соединительная Ткань Она Она так и называется Оформленная Оформленная Что Волокна Коллагеновые Волокна Они Параллельно Располагаются В этой ткани Параллельными Пучками Параллельно Они Составляют Ряд Так Называемых Пучков Первого Второго Третьего Порядков Между Этими Пучками Залегают Клетки Фиброциты Здесь Они Часто Называют Тендоциты Фиброциты Это Уже Мы говорили С вами Потомки Фибробластов Но Здесь Фибробластов Как Таковых Мало Фиброциты Это Уже Особые Высокодифференцированные Клетки Они Синтетических Функций Не выполняют А в основном Они Выполняют Питательную Функцию Соединяясь С друг с другом Матросками Они могут Передавать Внутри Внутри Плотной Соединительной Ткани Оформленной Тканевую Жидкость Из Плотной Волокнистой Соединительной Ткани Строются Структуры Такие Как Сухожилия Зубные Связки Они Обладают Очень Большой Прочностью На разрыв Здесь Представлена Схема На которой Видно Что Волокна Располагаются Параллельными Пучками Между ними Залегают Виброциты А вот Общая Оболочка У Сухожилия Допустим Того же Будет Называться Перитеноний Перитеноний Это уже Плотная Неоформленная Соединительная Ткань Внутри Сухожилия Отдельные Пучки Внутренние Пучки Отграничивают Друг от друга Эндотеноний Это Система Связанная Друг с другом Прословик РВСТ То есть В составе Сухожилия Или Зубной Связки Имеется И плотная Волокнистая Оформленная Соединительная Ткань И плотная Неоформленная Соединительная Ткань В составе Наружных Оболочек И РВСТ В составе Внутренних Оболочек Теперь Плотная Волокнистая Неоформленная Соединительная Ткань Ее Структурно-функциональные Характеристики В общем, здесь много похоже на предыдущую ткань, но клетки здесь всех диферонов, то есть гестиогенного, гематогенного, нейрогенного, но преобладают, конечно, клетки гестиогенного диферона, фибробласты и их потомки фиброциты. Межклеточное вещество включает в себя и коллагеновые, и эластические волокна. Межклеточное вещество, если в плотной оформленной соединительной ткани оно было упорядочено, то в плотной неоформленной соединительной ткани волокна переплетаются между собой и образуют трехмерную сеть, которая не имеет какого-то одного направления вектора, то есть она не упорядочена. Неоформленная ПВСТ входит в состав сетчатого слоя дермы кожи и придает ей прочность кожи, а также формирует наружные капсулы внутренних кож. Теперь ряд специализированных соединительных тканей. Это жировая, ретикулярная, пигментная. Они представлены вот здесь в таблицах 10, 11, 12. Из них остановимся на жировой ткани. Ткани различают две разновидности – белая и бурая жировая ткани. Эти ткани представлены скоплениями клеток липоцитов. Это клетки гистеогенного диферона. Сейчас, правда, часто их называют адипоцитами. В этих тканях практически отсутствует межклеточное вещество. И липоциты прочно соединены друг с другом. В белой жировой ткани липоциты содержат большую жировую каплю. Это жировое включение, которое вытесняет все остальные компоненты цитоплазмы на периферию клетки. Сама по себе клетка липоцит напоминает перстень. Они так и называют перстневидные клетки. При распаде жиров выделяется большое количество эндогенной связанной воды и энергии. Локализация достаточно распространена. И прежде всего это подкожная жировая клетчатка или гиподермокур. Функция трофическая. И последнее время обращают внимание на эндокринную функцию. Вырабатывают гормоны лептин. Он затормаживает функцию центра голода. Он так и называется. Центр голода находится в продолговатом мозге. А также женские половые гормоны эстрогена. Вообще у женщин жировой ткани больше, чем у мужчин. Белой жировой ткани. Теперь в отношении бурой жировой ткани. Она состоит также из липоцитов. Но в этих липоцитах множественные капли бурого, такого буроватого жира. Напомню, что в белой жировой ткани там в клетках только одна капля. А здесь их много. Липидные капли их еще называют. И много митохондрий. Много митохондрий. Эта ткань вообще находится у новорожденных. Преимущественно в межлопаточных областях. Обладают исключительно большой способностью к теплообразованию. Гораздо большее теплообразование, чем у жировой ткани. Ретикулярная ткань. Вторая разновидность специализированных тканей. Но эта ткань находится прежде всего в кровотворных органах. И создает микроокружение для кровотворных клеток. То есть обеспечивает кровотворение. Терпигментная ткань. Там в ней много меланоцитов. Клеток, напомню, наэрогенного диферона. Локализуется в тех участках, которые требуют защиты. Максимальной защиты от ультрафиолетовых лучей. И это прежде всего участки кожи в области грудных сосков. В области мошонки анального отверстия. Но это нам наследие от первобытных людей, которые ходили голыми. Родимые пятна. Вот это, кстати, не очень хорошие вещи. Потому что они могут перерождаться. И давать очень злокачественные опухоли меланомы. В радужной сосудистой оболочке глаза. Функции защиты от ультрафиолетового облучения. Участие в пигментном обмене. Теперь скелетные ткани. Переходим к следующей группе соединительных тканей. Мы с вами сейчас говорили о волокнистых специализированных тканях. Теперь скелетные ткани. К общим сведениям надо отнести следующее. Во-первых, сюда включаются хрящевые и костные ткани. Им как и положено тканям состоять. Они состоят из клеток и межклеточных источников. Они относятся к двудиферонным тканям. Их стволовые клетки закладываются в зародышевые и внезародышевые мезенки. И среди диферонов, а их два, как я уже сказал, различают основные ткани, образующие дифероны. Их вспомогательные. Теперь вот основные дифероны. А мы немножко попозднее об них подробнее поговорим. Но сейчас основные дифероны являются производными зародышевой скелетогенной мезенки. А вот вспомогательные дифероны являются производными внезародышевыми мезенкимы желточного мешка. Это провизорный орган. Теперь межклеточное вещество. Оно образовано, как и положено, в общем-то, соединительным тканям из волокон и аморфного матрика. И межклеточное вещество синтезируется и формируется клетками основных диферонов. Оно обладает достаточно высокой механической прочностью межклеточных веществ. И, что очень важно, способно к минерализации. То есть, к отложению нерастворимых фосфатов кальция. Теперь регенерация скелетных тканей идет постоянно и всю жизнь. Но здесь, мы с вами обратим на это внимание, несколько позднее, регенерация идет в ходе сбалансированных процессов. Резорпции восстановления. Резорпция этого разрушения, восстановления. То есть, ткань разрушается специальными макробагами для того, чтобы восстановиться. И вот эти процессы идут постоянно. У здорового человека они должны быть сбалансированы. Теперь хрящевые ткани. Как одна из разновидностей скелетных. Опять же, общие сведения. Вот они тут в таблице. В таблице. Ну, как уже говорилось, что там, как и во всех скелетных тканях, два диферона. Волокна и аморфный матрикс в межклеточном веществе. Хрящевая ткань является основной частью хрящей. Хрящи – это уже многотканевые органы. Органы опородвигательного аппарата. Тихо. В этих хрящах хрящевые ткани составляют их основную часть хрящей. Центральную часть. Или, как и называют, хрящевые пластинки. В хрящевых пластинках нет кровеносных и лимфатических сосудов. Вообще, хрящевая ткань – это бессосудистая ткань. В составе хрящей, как органов, хрящевые пластинки покрыты над хрящницами. Особыми оболочками. И они состоят из двух слоёв над хрящницей. Наружный – ПВСТ. Внутренний – РВСТ. В них есть кровеносные сосуды. И за счёт над хрящниц происходит питание хрящей. Правда, из этого есть исключения. Некоторые хрящи лишены над хрящницей. Но мы об этом поговорим попозднее. Кроме того, над хрящницей, кроме защитной и трофической функции, выполняют защитной и трофической функции, выполняют комбиальную и рецепторную функцию, поскольку в над хрящнице много чувствительных нервных окончаний. Без над хрящницы хрящ погиб. Если снять над хрящницу, что, кстати, иногда происходит во время операций каких-нибудь на суставах часто. Ну, суставы – это отдельная вещь. Ну, в общем, без над хрящницы хрящ погибает. И очень важный момент. В хрящах, ну, в общем, в хрящевой ткани, конечно, генетически заложена программа минерализации, которая временно или постоянно может быть блокирована. Эта программа заложена, но не всегда реализуется. Теперь дифферонные ряды хрящевых тканей. Дифферонные ряды. Вот основной дифферон. Во главе этого дифферона стволовая клетка скелетогенной мизенхимы. Затем стволовая клетка хондрогенеза. Затем через ряд промежуточных стадий образуются уже клетки дифференцированные. Средне дифференцированные и высоко дифференцированные клетки. Хондробласты и хондроциты трёх порядков. Но, как мы с вами увидим в дальнейшем, это очень важный момент, что вот эта стволовая клетка скелетогенной мизенхимы, она одновременно может являться и родоначальницей костной ткани. Но об этом мы с вами поговорим попозже. Это основной ткани, образующий дифференцированный вспомогатель. Стволовая клетка СКК закладывается во внезародышевый мизен. Затем через ряд промежуточных этапов образуется моноцит. Это уже клетка крови. И далее клетка крови моноцит мигрирует и превращается в хондрокласт. Это специальный макрофаг, резорбирующий, минерализованное, обращаю внимание, минерализованное межклеточное вещество. Пока оно не минерализовано, хондрокласт не активен. Дремлющий хондрокласт, как еще называют. Но такой момент, что вот эти клетки СКСМ, СКХ, СКК являются клетками эмбрионального хондрогенеза. Когда хрящевая ткань образуется как ткань. А вот хондробласты, хондроциты и хондробласты это уже дефинитивные, то есть окончательные клетки. Они определяют постэмбриональный хондрогенез. Уже идет образование хрящей как органов. Вот. Теперь характеристики клеток. Клетки основного дифферона хондробласты это молодые клетки находятся в основном во внутренних слоях над хрящейцей. Дифференцированные клетки это хондроциты первого, второго, третьего порядка. Вот. Их характеристики здесь представлены. Теперь клетки да, один момент очень важный, что хондроциты второго и третьего порядка они группируются вместе. Они делятся, но разойтись друг от друга не могут, потому что окружены аморфным гелеобразным матриксом. Они не могут разойтись, так вместе они и продолжают делиться внутри так называемых изогенных групп. Причем хондроциты третьего порядка это самые дифференцированные клетки. Они находятся в уже нулевом периоде и только функционируют и апоптируют. Когда их становятся больше, в часть из них включается программа апоптоза и они уничтожаются. То есть самоуничтожаются. Теперь вспомогательный дифферен хондрокласс. Их они я уже сказал, что это бывшие моноциты функция резорбирования минерализованной костной ткани. Теперь межклеточное вещество это мы с вами говорили о клетках хрящевой ткани. Теперь межклеточное вещество хрящевой ткани оно включает в себя хондриновые волокна и аморфный матрикс. Лишено кровеносных сосудов. Биохимические свойства биомеханические свойства хрящевых тканей это упругость и прочность. Амортизационность еще иногда говорят. Хондриновые волокна могут быть нескольких типов. Одни из них могут быть построены из фибриллярных белков по типу коллагенов. Другие тоже из фибриллярных белков но по типу эластических волокн. Основным гликозаминогликаном аморфного матрикса являются хондромукоиды. Хондромукоиды. Именно они обеспечивают консистенцию такого упругого геля для межклеточного вещества. Во всех хрящевых тканях много воды. Но это связанная вода. Или так называемая структурированная. Она прежде всего содержится в матриксе. Теперь по морфо-функциональным особенностям межклеточные вещества выделяют гиалиновую, эластическую и волокнистую хрящевые ткани. Они имеют разную отчасти разное строение и разную способность к минерализации. Самый распространенный хрящ или хрящевая ткань это гиалиновая хрящевая ткань. Визуально она полупрозрачна голубоватого цвета. Ее клетки прохондробласты, хондробласты, хондроциты трех порядков, то есть как и положено и хондрокласты. Теперь в межклеточном веществе расположены хондриновые волокна типа коллагена. Ткань это гиалиновая хрящевая ткань она локализуется во многих участках тела в носовых ходах в стенках трахеи бронхов надо обратить внимание что она локализуется на поверхности суставов или так называемые суставные хрящи но там надо обратить внимание там нет надхрящицы это исключение из общего правила питание осуществляется из синавиальной жидкости которая находится в синавиальной сумке вот кроме того из гиалиновой хрящевой ткани построен опорный скелет эмбриона важный момент что формируют из гиалиновой хрящевой ткани формируются хрящевые матрицы которые будут в дальнейшем задействованы в образовании костной ткани имеет генетическую программу минерализации но это как и но здесь она в процессе физиологической регенерации она блокирована лучше сказать неблокирована это я неправильно сказал она уравновешена вот эта генетическая программа уравновешена функциональной активностью хондрокласт то есть хрящ минерализуется хрящевая ткань постоянно но тотчас это минерализованное межклеточничество убирается хондрокласт тотчас то есть вообще у здорового зрелого человека в хрящевой ткани гелиновой хрящевой ткани нет минерализованных участков это заслуга хондрокластов но при старении также при некоторых заболеваниях когда поражаются хондрокласты снижается их активность вот тогда возможно тотальная минерализация хрящевых пластинок внутри хрящей и произойдет повышение хрупкости хрящей они разрушаются особенно опасно это на суставных поверхностях артриты это результат минерализации и последующего разрушения суставных хрящей теперь эластическая хрящ эластическая хрящевая ткань локализуется в ушных раковинах и надгортаннике она желтоватого цвета непрозрачна обладает гибкостью и эластичностью в межклеточном веществе имеются хондриновые волокна эластического типа там тоже есть изогенные группы клеток в лакунах аморфного матрикса но что здесь отличает принципиально отличает от гиалиновых вещей это генетическая программа минерализации блокирована постоянно эти хрящи не минерализуются и даже при старении вот здесь я написал этот хрящ ушная раковина она практически не меняет своей гибкости и эластичности программы минерализации блокированы теперь следующий последний вид хрящевой ткани волокна это очень серьезная ткань важная поскольку она локализуется в составе межпозвоночных дисков межпозвоночных она локализуется в составе межпозвоночных дисков то есть между позвонками в составе позвоночного столба, и она лишена надкосниц. Питание ее осуществляется из надкосниц, то есть это уже оболочки позвонков, и с этими надкосницами волокнистая клещевая ткань срастается. Клетки все те же, прохондробласты, хондробласты, хондроциты, в межклеточном веществе хондриновые волокна преимущественно коллагенного типа. В отличие от, допустим, коллагеновых, извините, гиалиновых речей, здесь волокна располагаются строгими пучками, чем-то напоминают плотную оформленную соединительную ткань в составе сухожилий. А между этими пучками залегают хрящевые клетки, прежде всего хондроциты второго и третьего порядка. Также составляют они изогенную группу, теперь имеется генетическая программа, но в норме она, опять же, действия этой программы уравновешены активностью хондрокласты. То есть хондрокласты моментально убирают минерализованные участки, а на их место синтезируется новая ткань, новая хрящевая ткань. Но вот при старении у человека, при некоторых заболеваниях, при эндокринных заболеваниях, активность хондрокластов может меняться, снижаться, и тогда, опять же, тотальная минерализация хрящевых пластинок, повышение хрупкости хрящей, при этом разрушаются межпозвоночные диски и могут произойти ущемления корешков спинного мозга. Это крайне распространённое заболевание, остеохондроз, заболевание людей цивилизованного мира. Вот это мы с вами говорили о хрящах, а теперь костные ткани. Являются основными тканями костей скелета. Основные функции костной ткани, их достаточно много. Вот они здесь представлены в таблице 1. Ну, надо посмотреть. Прежде всего, конечно, формирование опорно-двигательного аппарата в составе костного скелета. Они являются, костная ткань является депо минеральных вещей, прежде всего, фосфатов, кальций. Общий план строения костных тканей, ну, оно традиционное, это клетки и минерализованное, обратите внимание, минерализованное межклеточное ткань, оно минерализовано постоянно, в отличие от хрящевых тканей. В таблице 2 диферонные ряды костных тканей, диферонные ряды. Также есть основной диферон и вспомогатель. Основной диферон во главе стволовая клетка скелетогенной мезенхимы, обратите внимание, она же была и в дифероне хрящевых тканей. Стволовая клетка, значит, этой самой скелетогенной мезенхимы, далее стволовая клетка остеогенеза. Далее, через ряд промежуточных стадий, остеобласт, это основная клетка ткани образующей, и остеоцит. Причем, показано, что, возможно, в экстренных каких-то форс-мажорных ситуациях, возможно, обратная дифференцировка, или, как ее называют, дедифференцировка остеоцита в остеобласт. Остеоцита в остеобласт. Теперь, вспомогательный диферон. Он, в общем-то, похож на вспомогательный диферон хрящевой ткани. Это во главе стволовая клетка крови, далее моноцит и далее остеобласт. Специальный макрофаг, резорбирующий или растворяющий, разрушающий межклеточное вещество костной ткани. На этой схеме представлены основные виды клеток костной ткани. Вот остеобласт, остеоцит, а вот остеокласт. Это ужасная клетка, страшная, многоядерная. Теперь краткие характеристики. Ну, прежде всего, остеобласт и клетки костеобразового. Это клетки средней степени дифференцированной. Вальной формы с апикальными микроворсинками. Вон они, микроворсинки. Далее, эти микроворсинки могут отшнуровываться, фрагментироваться и попадать в свободном состоянии в аморфный матрикс, где будут являться центрами минерализации. Матриксные пузырьки – это центры минерализации. Теперь, что, какие еще там клетки, в каких клетках стоит особенно поговорить? Ну, прежде всего, мы сейчас с вами говорим про курсор. Мы, прежде всего, сейчас с вами говорим об остеобластах. Вот остеобласты, как я уже сказал, клетки костеобразователей. А почему? Потому что они синтезируют все компоненты, как волокон осеиновых, так и аморфного матрикса. Вот, в частности, они продуцируют, секретируют компоненты осеиновых волокон, в частности, белокосеин. А также ферменты минерализации синтезируют тоже остеобласты, фосфатазм. В сформированных костях остеобласты лежат в глубоких слоях надкостницы. Есть такая наружная оболочка кости. И эндос, это внутренняя оболочка кости. При каких-то нарушениях патологических, при переломах, в частности, остеобласты начинают интенсивно делиться. И сплошным эпителиоподобным слоем окружают участки ранения, где следует провести регенерацию. Функция остеобластов стимулируется тирокальстанином, это гормон щитовидной железы, и андрогеном, это мужские половые гормоны, которые есть и у женщин. Они могут продуцировать межклеточное вещество только в условиях оксигенации, то есть хорошего снабжения кислорода. Без оксигенации они впадают, можно сказать, в такое дремотное состояние, они так и называются, дремлющие остеобласты. Уже было сказано, остеобласты дифференцируются в остеоциты, но в экстремальных ситуациях возможно и обратное. Пополнение популяции остеобластов за счет остеоцита. Теперь следующая клетка – остеоциты. Это высоко дифференцированные клетки, самые многочисленные. Имеют удлиненно-овальную отростчатую форму. Развит сфак опорно-двигательный для внутриклеточных перемещений. Остеоциты – это отростчатые клетки, и своими отростками они контактируют друг с другом и создают лакунарно-канальцевую систему внутри костной ткани, внутри кости. Это система, система транспорта питательных веществ и межклеточной тканевой жидкости внутри костной ткани. Кроме того, при изменениях, костная ткань обладает известной гибкостью, рессорностью. Вот при изменении кривизны костей, при незначительных даже, возникают пьезоэлектрические эффекты, пьезоэлектрические потенциалы, которые распространяются по отросткам остеоцитов. И костная ткань живёт тогда, когда она имеет нагруженность, физиологическую нагруженность. Вот здоровый образ жизни. Катаетесь на коньках, на велосипедах, на лыжах, вот тогда кости ваши будут здоровы. Опять же, об остеоцитах. Они находятся уже в нулевом периоде, то есть утрачивают способность к метозу, но могут выходить из этого периода. При травмах, я говорил вам, и превращаться, дедифференцироваться во вторичные остеокласты. Теперь вот они, остеокласты, клетки кости разрушения. Высокодифференцированные клетки гематогенного дифферона, монстры буквально, многоядерные монстры. Много гетеролизосом, то есть лизосомы, которые работают на экспорт, подставляют ферменты, литические ферменты в межклеточные вещества. Они являются, по сути дела, макрофагами, но специализированными. Они только в костной ткани работают, да причём только в минерализованной. Они являются, по функции, антагонистами остеобластов. Остеобласты создают кость, а они разрушают. Но это обязательное явление в течение всей жизни. Человек постоянно идёт активизация остеобласта параллельно с остеобластом. И происходит ремоделирование. Сейчас очень частое слово. Ремоделирование, то есть перестройка костной ткани в процессе физиологической и репаративной регенерации. То есть это такая компания клеток макрофаг, остеокласт и остеобласт. Вот для современной жизни возможно такое явление, как остеопарус. Вообще раньше, в не столь далёком прошлом, это был удел пожилого возраста людей, особенно женщин. Потому что с возрастом, с возрастом эстрогены, которые притормаживают действия остеокластов, притормаживают эстрогены, эстрогены. И поэтому остеокласты, что называется, разнуздываются. И они начинают разрушать кость такими очагами. Очагами кость становится ажурной такой, и очей, естественно, непрочной. остеопороз. ещё дело в том, что сейчас остеопороз страшно помолодел. И у цветущей женщины, даже у девушек, может наступить такое явление. Отчего? Да, в общем-то, нездоровый образ жизни здесь. и эндокринные заболевания. Противозачаточные средства, кстати, гормональные природы. Вот. Об этом никогда не надо забывать. Мы с вами сейчас говорили о клетках костной ткани, теперь межклеточное вещество. Ассеиновые волокна и аморфный матрикс. Вот поначалу ассеиновые волокна. Ассеиновые волокна являются минерализованной модификацией коллагеновых волокн. Ассеин, белок, способен минерализоваться. При этом минерализация идёт в высокоупорядоченном режиме, высокоупорядоченном в пространстве. Формируется кристаллическая структура, по сути дела. Ассеиновое волокно – это жидкий кристалл. И поэтому ассеиновые волокна, во-первых, обладают прочностью, очень большой прочностью на разрыв, гибкостью, упругостью, гибкостью, упругостью, ещё говорят, рессорны. Спироморфный матрикс, он тоже минерализован, но здесь уже не кристаллическая минерализация. минерализованная органических компонентов для минерализации аморфных вещества обеспечивается тоже остеобластами. Минерализованные участки формируются около матриксных пузырьков. Напомню вам, это отшнуровавшиеся пузырьки от отшнув глаз. Механические свойства аморфного матрикса это твёрдость, но хрупкость, потому что нет кристаллической организации. И вот асеиновые волокна, они прочно вмонтированы в аморфный матрикс, что придаёт кости как к органу большую прочность и относительно гибкость. Вот эта интеграция асеиновых волокон минерализованных кристаллическом и аморфного матрикса создаёт уникальные механические свойства прочности и гибкости для кости. Теперь классификации костных 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 тканей. Мы классификации костных тканей. они классифицируются на две на два подвида грубо волокнистая костная ткань и пластинчатая костная ткань. Эта классификация осуществляется по особенностям пространственной организации межклеточного вещества. То есть свойства межклеточного вещества положено в основу классификации. Теперь в этой таблице представлена грубо волокнистая костная ткань или для сокращения придаётся аббревиатура вот такая для экономии время ГКТ грубо волокнистая костная ткань или ГВКТ иногда. В ней имеются остеобласты и остеоциты. Остеобласты располагаются по периферии участков остеогистогенеза, то есть окостенения. А остеоциты в центральных участках этих островков окостенения в лакунах аморфного матрикса. То есть по сути дела создаются тоже изогенные группы. Теперь основное свойство межклеточного вещества, которое собственно говоря кладётся в основу классификации это неупорядоченное расположение ассеиновых волокон. Они перепутаны в составе матрикса и поэтому группы волокнистой костной ткани она обладает малой прочностью. Наряду с ассеиновыми волокнами имеются неминерализованные коллагеновые волокна. Слабая степень минерализации аморфного матрикса это по сравнению с пластинчатой. для гистогенеза грубоволокнистой костной ткани не требуется обязательный воскулиризат. Вот это важный момент который очень важен учитывается в травматологии. Грубоволокнистая костная ткань составляет структурную основу костей эмбриона и раннего плода. Но в ходе онтогенеза то есть в постэмбриональном и в постфитальном периоде костная ткань замещается в пластинчатой костной ткани обязательной. У взрослого человека грубоволокнистой костной ткани имеются в швах черепа и в местах сращения переломов костей в составе так называемых костных мозолей. которые соединяют отлом костных тканей. Теперь поговорим о пластинчатой костной ткани. основной вид костной ткани организма человека. Почему он называется пластинчатой? Потому что состоит из костных пластинок. А костные пластинки это высоко упорядоченные в пространстве межклеточные вещества. И поэтому этот вид ткани обладает значительной твердостью сочетанием с относительной гибкостью, амортизационностью и рессорностью. ткани ткани теперь о костных пластинках. Вот здесь записано, что межклеточное вещество пластинчатой костной ткани скомпоновано в пространстве в виде множества компактно спрессованных друг с другом костных пластинок. А костная пластинка это ничто иное, как межклеточное вещество состоит является собой структурную организацию параллельно расположенных ассеиновых волокон склеенных друг с другом минерализованным матриксом. То есть костная пластинка это ориентированные в пространстве ассеиновые волокна склеенные амортизационным матриксом. И то и другое минерализованное естественно. Теперь костные пластинки в составе кости кости уже как орган имеют различную пространственную компоновку. И вот разновидность этих пространственных компоновок их 5. В таблице представлено разновидности пространственных компоновок костных пластинок и их локализация. Первая такая форма астеоны астеоны их тысячи астеонов но каждый из астеонов да они их тысячи и они составляют компактное или корковое вещество костей губчатых или плоских затем вторая форма вставочные пластинки их тоже огромное количество они соединяются астеоны между собой в единый компактный кокль далее наружные генеральные пластинки и находятся под надкосницами и охватывают компактное вещество кости как обручи это наружные генеральные астеонные это очень серьезные важные формы кости образующие по сути они составляют губчатые вещества если астеоны составляют компактное вещество то ячейки составляют губчатые вещества и наконец последняя форма компоновки костные тробекулы они образуются выростами губчатого вещества в полости в полости костно-мозгового канала в полости костно-мозговых каналов теперь несколько подробнее об этих формах астеон построен из вставленных друг в друга пустотелых цилиндров в разных астеонах их от 10 до 50 штук теперь стенки цилиндров построены из десятков спрессованных друг с другом костных пластинок в центре астона имеется гаверсов канал заполненный жировой и ретикулярной тканью с кровеносными сосудами с кровеносными сосудами и клетками красного костного мозга вот здесь на схеме представлен астеон один айхтыщи вот гаверсов канал центральный а на него насажены как бы вот эти как стаканы пустотелые цилиндры а их стенки этих цилиндров состоят из костных пластинок и в каждом вот таком цилиндре в стенке цилиндра может находиться до 50 до 50 штук этих самых нет 50 до 50 штук цилиндров а в каждом цилиндре костные пластинки может быть несколько десятков теперь от гаверсовых каналов тороны ответляются боковые каналы прободающие в них тоже сосуды нервные волокна могут быть и они осуществляют связь между переостом кости и эндосты в лакунах аморфные вещества между костными пластинками располагаются остеоциты их отростки пронизывают всю структуру остеона и формируют лакунарно-канальцевую систему которая обеспечивает внутрикосный транспорт тканевой жидкости вот здесь еще раз представлено один остеон а здесь масса остеонов в составе в составе компактного вещества кости вот остеоны в составе компактного вещества лакуна теперь следующие две последние группы пространственных компоновок это костные ячейки и тарабекуна костные ячейки составляют структурную трехмерную основу губчатого вещества пластинчатых и трубчатых костей стенка костной ячейки состоит из двух десяти спрессованных друг с другом костных пластинок то есть меньше чем в остеоне между пластинками также в лакунах аморфного матрикса залегают остеоциты и они тоже образуют лакунарно-канальцевую систему костные ячейки прочно соединены друг с другом и придают губчатому веществу прочность но сами по себе они легкие легкие структуры в отличие от эстонных поэтому губчатые вещества это легкое вещество теперь что содержится в костных ячейках это ретикулярная ну другими словами милоидная ткань жировая ткань а также пристеночные остеобласты и остеокласты до времени до поры до времени они находятся в состоянии дремотном и также красный костный мозг губчатые вещества являются носителем красного костного мозга теперь костные тробекулы ну это выросты губчатого вещества и эндосты в костномозговые каналы и они разделяют костномозговые каналы на этажи в этих этажах идет кроветворение теперь кость как орган анатомические виды костей трубчатые плоские смешанные теперь структурные части костей но прежде всего это собственно кость это составлено из пластинчатой костной ткани в этой в собственно кости выделяются компактные губчатые вещества теперь вспомогательные оболочки переоз надкосница ее кстати без надкосницы кость тоже не живет так же как и кряч без надкосницы состоит из двух слоев наружный это плотная волокнистая соединительная ткань внутренний это рвст там много кровеносных лимфатических сосудов там имеются нервные кончания там имеются остеобласты надкосница прочно прикрепляется к компактному веществу кости с помощью коллагеновых волокон имеют с ним то есть с компактным веществом общие кровеносные сосуды следующая оболочка эндост или подкосница отделяет губчатые вещества от спинномозгового канала вот функция оболочек защитная трофическая комбиальная рецептура теперь поговорим об остеогистогенезе то есть процессах кости образования выделяют выделяют два типа остеогенеза эмбриональные и постэмбриональные в эмбриональном периоде костные ткани костные ткани развиваются двумя способами первый способ непосредственно из мезенхимы прямой быстрый остеогенеза и второй способ на месте хрящевой модели об этом говорили с вами это непрямой остеогенезе в первом случае непосредственно из мезенхима образуется пластинчатая костная ткань для плоских костей а во втором пластинчатая костная ткань для трубчатых костей более подробно с этими механизмами вы познакомитесь в пособиях из интернета которые у вас имеются на страничке кафедры и на практических занятиях теперь постэмбриональный остеогенез физиологическая регенерация крови идет всю жизнь в течение всей жизни постоянно идет физиологическая регенерация в рамках в рамках процессов образования и разрушения костной ткани а в чем мы говорим что эти два процесса они идут одновременно одновременно идет образование межклеточного вещества то есть остеосинтез что является функцией остеобластов и сопутствует ему разрушение межклеточного вещества остеорезорпци функции остеокластов в детском и юношеском возрасте преобладают процессы остеосинтеза над остеорезорпцией поэтому кости растут в длину и в ширину в зрелом возрасте эти процессы уравновешены а вот в пожилом и старческом возрасте преобладают уже остеорезорпцией и как я уже говорил патологическое явление может быть это остеопороз теперь несколько моментов остановимся восстановление костной ткани после повреждения но прежде всего после переломов остановимся наиболее серьезное повреждение происходит благодаря комбиальным остеогенным клеткам прежде всего стволовым клеткам остеогенеза и остеобластом эти клетки преимущественно локализуются в надкоснице и эндосте а также в содержимом гаверсовых каналах и полостях костных ячеек они возможно в них в этих участках локализации усиливают свою методическую активность и восполняют их недостаток ситуационный недостаток то есть возможно дедифференцировка остеоцит в остеобласт остеоцит он синтетически неактивен в кости образования он не участвует а вот остеобласт надо дать побольше остеобласт могут будет быть также трансформации в дифферонах сейчас это очень активно изучаются эти процессы допустим стволовая клетка крови может трансформироваться в стволовую клетку остеогенеза Стволовая клетка хондрогенеза может трансформироваться в стволовую клетку остогенеза. Всё направлено на восстановление костной ткани. Опять же, стволовая клетка крови через может образоваться в стволовую клетку скелетогенной мезонхимы. Стволовая клетка скелетогенной мезонхимы, а она, в свою очередь, опять же, даст скон. В зоне сопоставления костных отломков, терматологи говорят отломки, а не обломки, В зоне сопоставляемых костных отломков имеются остеогенные клетки, и они формируют временную структуру, костную мозоль, которая как бы спаивает костные отломки. Сварка как бы происходит. Но эта костная мозоль, она проходит свой путь развития. Вначале она представлена хрящевой тканью смешанного типа. Там есть элементы гиалиновые, элементы волокнистой хрящевой ткани, но это хрящевая ткань. А затем она заменяется грубо-волокнистой костной тканью. Но это, опять же, непрочная ткань. А вот на конечном этапе в костной мозоли происходит перестройка, и там образуется пластинчатая костная ткань. Но для этого, чтобы образовалась пластинчатая костная ткань, необходима полноценная ревоскулиризация, то есть прорастание кровеносных сосудов. Откуда они могут взяться? Из надкосницы, если она не повреждена, а также из глубинных слоев кости. Ревоскулиризация и оксигенация. Эти два процесса вообще связаны. Чем больше сосудов, капилляров, тем больше кислорода. Но кислород можно подавать и искусственно. Есть такие методики, где искусственно костную мозоль насыщают кислородом. Вот что я вам хотел сообщить. Спасибо за внимание.